Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Шалом, бонжур, хелло! Мы продолжаем изучать Тору из Иерусалима. Теперь у нас трансляция из Иерусалима, как говорится, из Сеона в Эде Тора, и Слово Бога из Иерусалима. Вот, конечно, Всевышний для этого Авраама сказал ему Иди себе из земли твоей, из земли твоей, из города твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе покажу. И Авраам Авину, праотец Авраам, он вышел из Урказдима и пошел, 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 куда его Бог ввел. И это было его уже одно из десяти испытаний, и он все испытания прошел. Шалом, Михаил, всем шалом! И, значит, Авраам Авину прошел десять испытаний, и в заслугу каждого испытания он поднимался на следующую ступень. Это очень интересно, мы можем прям наблюдать, как испытания, на еврейском слове испытания, несайон. Несайон это испытание, есть там точно так же звучит слово нес. Нес это чудо, и масаид, носуй, носуй это женатый, тоже чудо особенно, и испытание, и чудо, да? Несуй и поднятие. То есть, несайон, испытание, это оно тебя поднимает, это чудо обычно, потому что, когда ты прошел испытание, ты видишь, вау, чудо, и, значит, вот, все как в жизни. Женился это и испытание, и чудо. И потом Бог дает награду. Кто прошел испытание, он получает награду. Понятно, да? Все, значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. У нас четырнадцатая глава. Мы в двадцать шестом отрывке, и в двадцать седьмом мы говорили про страх перед Богом. Страх перед Богом, источник жизни. Это был двадцать седьмой отрывок, страх перед Богом, Богом, источник жизни. И мы дошли до двадцать восьмого отрывка. Так, всем еще раз, шалом, шалом. Значит так, двадцать восьмой отрывок звучит так. Беров Ам Адрат Мелых Убээфес Леом Мехитат Разон. Значит, что это значит? Беров Ам, это когда много народа Адрат Мелых, это великолепие царю. То есть, много народа, великолепие царю Убээфес Леом, и когда мало Леом, это тоже... Сейчас мы разберемся, что такое Ам, что такое Гой, что такое Леом, мы разберемся. Но дословно так идет. Значит, когда много народа, великолепие царю, а когда мало, я перевел здесь Леом, это идейных. Но мы сейчас разберемся, что такое идейных. Когда Эфес, когда нету идейных, Мехитат Разон. Мехитат, это гибель, Разон, это знающие тайны. Значит, без... вот просто если на русский перевести, ничего не понятно. Если на иврите прочитать, тоже ничего не понятно. Но те, кто знали всю Тору, как Малбим, например, да, который написал комментарий на всю Тору, знал все слова, значения каждого слова, каждого нюанса. Да, Ильшанка, что ты там читаешь? Каждого слова, каждого нюанса знал Малбим значение. И он, значит, тогда, он нам объяснил, что есть, например, такое понятие, как Гой. Гой, это 28-го отрывок, мы сейчас читаем, 28-го отрывок 14-й главы. Гой, это переводится народ. Народ. То есть, Гойм, это народы. Гой, это народ. Но само это слово народ в значении Гой, это народ безидейный, без царя. Просто вот какая-то народность, какая-то национальность. Теперь есть Ам. Ам, это когда народ, у которого есть царь, организованный народ, у которого есть царь. Есть Леом. Что такое Леом? Вот ты знаешь, что такое Леом? Ты не знаешь, что такое Леом. Что такое Леом? Чем отличается Леом от Ам или от Гой? Так вот, объясняет Малбин, что Леом это народ, у которого есть идея. Вот, например, мусульмане называют себя Ума. Ума это вот, я не знаю, или это от Леом, или это от Ам, потому что похоже на то и на то. Но Леом это тот народ, у которого есть какая-то идея. Например, американцы. Американцы это Леом. Почему это Леом? Это сообщность людей разных национальностей, которые все объединены идеей, что Америка это make America great again, сказал Дональд Трамп. Америка это некая идея, ингат витраст, самая свободная страна в мире, защитник демократии, ну и так далее. То есть, у них есть некая идея. Любой гражданин Америки, он себя называет, я американец, и он этим гордится. Это Леом, они объединены идеей. Когда есть царь, это называется Ам, народ. Например, давайте приведем пример народа, у которого сейчас остался еще царь. Например, вот любые там Арабские Эмираты, там где еще осталась вот эта власть, ну, как бы, как цари у них, да, такие есть. У них есть цари. Это называется Ам. Теперь Агой просто это национальность. Есть люди, у которых есть, например, давайте подумаем, какие сейчас люди есть национальность просто, у которых нет государства и у них нет отдельной религии, которая бы их объединяла. Мне кажется, что на сегодня таких людей есть в мире только вот то, что мне приходит на ум. Есть такая национальность курды. Курды, они живут в разных странах, то есть, они живут, у них нет своей страны, у курдов нет своей страны и у них нет своей уникальной религии. Может быть, есть вот курды, ну, опять же, не только курды, например, зарастрийцы. Хорошо, в общем, смотрите, мы разобрались в разнице между Гой, между народность, народ и группа людей объединенных идей. Теперь мы давайте поймем 28 отрывок. Беров Ам, Адрат Меллах. Обычный царь, которого есть у него много народа, это великолепие царя. То есть, задача царя это сделать так, чтобы у людей были хлеб и зрелище, хлеб и зрелище. Вот любой царь, он делал, например, во Франции, там тот же Наполеон, да, император. Он делал какие-то парады, он должен быть самый крутой, у него должна быть самая крутая корона, он должен построить, царь, какие-то супер дворцы. То есть, он должен показать своим подданным, что он крутой, деньги есть, зрелище есть и, значит, все будет отлично. Это задача царя. И чем больше у царя народа, тем больше великолепия царя. Чем больше он может собрать парад, выстроить, тем больше великолепия царя. Теперь, что такое идейная народность и кто такой разон? Когда-то был царь в Иране, у него был, он был шах, последний иранский шах, и это было, Иран это был как Швейцария, Швейцария на востоке. У них это была, там, очень богатая страна, там были англичане, американцы, курорты, деньги, там все. Это был царь, настоящий царь, это был шах. Потом пришел Аятала Хамени, и это был духовный лидер, который вышел из низов, из бедности, он был такой, именно духовный такой, духовный лидер. И он сделал революцию, они сделали революцию, и группа идейных таких вот мусульман-шиитов, они в Иране захватили власть. И они в Иране, значит, полностью свергли этого шаха и сделали Иран полностью такой ортодоксальной, религиозной страной. Причем этот Аятала Хамени, он после, когда он стал этим, ну как бы главой этой страны, я слышал, что он вообще перестал, вот он не с мусульманами, он не встречался. Единственный немусульманин, с которым он встречался, это был Шеварнадзе. Когда распался Советский Союз, он встретился с Шеварнадзе и передал Горбачеву месседж, что у вас есть уникальная возможность, сейчас вы вышли из вот этого вот атеизма и так далее. У вас есть возможность вернуться к Богу и вот вы, как раз у вас миссия, вы можете сделать вот это вот одна шестая часть суши, сделать опять снова религиозной страной и так далее. Он именно встретился с Шеварнадзе, передал этот месседж, Горбачев этот месседж не принял никак и больше, я слышал, что Хамени, он больше с немусульманами не встречался. То есть он был очень такой, ну по-своему, но он был очень духовный человек. И значит, так написано так, что когда нету вот этих идейных людей вокруг него, то он падает, очень быстро он падает. Поэтому на сегодня в мусульмане есть такая стража исламской революции, у них полтора миллиона только армия такая добровольная, которые держат вот эту власть этого современного этого Хамени и так далее. То есть у них очень жестко на сегодня вот эти вот идейные, их было очень мало, но даже если мало идейных людей, они могут захватить власть. Но если потом этих идейных остается мало, как в Советском Союзе, когда было много идейных, когда там был Сталин, Советский Союз был, к 63-му году Советский Союз был 9% мирового ВВП. То есть это была огромная, мощная страна, первые полетели в космос, атомные станции, атомное оружие, все. Но потом, когда начались вот этот вот, называлась эта эпоха застоя, когда идейных коммунистов не осталось, когда все, все стали такие, как сказать, общество потребления, только уже по-советски, то через буквально с 63-го года продержались они 20-25 лет, все, одно поколение безыдейных, и Советский Союз сдулся, и нету. Все, это было зашифровано в 28-м отрывке, то есть царь это тот, кто правит через хлеб и зрелища, без всякой идеи, просто за счет богатства, и у него чем больше народа, тем больше великолепия этого царя. А вот эти аэрозон, это тот, кто идет через духовность, то, что создает сообщество людей, то есть ему важны идейные, поэтому Америка очень сильно поддерживает вот эту идею, американская мечта, то есть у них идет пропаганда, и это все началось после Второй мировой войны, когда они начали прямо раскачивать вот эту американскую идею, американская мечта, каждый может добиться успеха и так далее. Вот так вот. Хорошо, теперь дальше. 29-й отрывок, это была как бы такая геополитическая мудрость, которая нам показывает, как работает в целом мир. 29-й отрывок, он нас опять возвращает в психологию человека. Психология человека, и нам говорит царь Соломон от имени Бога, он говорит нам следующую вещь. 29-й отрывок. Эрехапаем рафтвуна. Долготерпеливый умножает логику. Долготерпеливый умножает логику. Укцар руах и короткодухный дословно переводится, но вообще это смысл вспыльчивый. Тот, кто быстро вспыхивает, Мерим Ивелет, он поднимает, Ивелет это свекот, это сомнение и глупость. Давайте еще раз весь отрывок я повторю. Долготерпеливый, у него много логики, а вспыльчивый, у него много, у него поднимается глупость. Теперь, опять же, помните, мы на эту тему уже много говорили, мы много говорили на эту тему, да. Вот есть человек, у него есть некая такая часть, называется рациональное мышление, мышление, логика. Причина следственной связи, почему, как, кто сказал, откуда, это все логика. Откуда это идет и куда это идет. То есть человек логически, он размышляет о мире. Это называется ливнот, строить свой мир, логика, сообразительность. От слова бния, от слова строить. Теперь строить свой мир очень сложно. Это очень сложная, вот представьте ситуацию, человек хочет просчитать на три хода какую-то свою, свою там жизнь вперед. Он говорит так, вот у меня цель через пять лет достигнуть это. То есть он себе представил, какая цель через пять лет достигнуть это. Это значит, что я должен через три года быть здесь, через год быть здесь. Я должен то, я должен это. А если у меня не получится здесь, и ему нужно всю эту конструкцию удерживать в голове. То есть это очень сложная и такая, как сказать, очень сложная, скажем так, работа. Теперь человек себе обычно, он настроил каких-то схем. Так, сегодня должно быть вот так, вот мой сегодняшний план. Вот этот человек должен вести себя вот так. Вот моя схема, как он должен себя вести. Теперь, а если он ведет себя не так, то... И вот здесь у человека, когда мир не вписывается в его ожидания, у человека внутри просыпается гнев, раздражение, или же обида, боль, злость и так далее. Просыпаются эмоции. Когда мир не вписывается в мою рамку, то, что я придумал, у человека внутри поднимаются негативные эмоции. Если же мир вписывается в мою рамку или превосходит мои ожидания, то человек неожиданно получает какой-то подарок, какой-то приз, или он ожидал и все получилось. У него, наоборот, внутри поднимаются позитивные эмоции. То есть негативные эмоции, когда мир, реальность не вписывается в мои ожидания, а позитивные эмоции, когда реальность вписывается в мои ожидания, или же она их превосходит. Теперь говорит нам царь Соломон. Тот, кто долготерпеливый, то есть тот, кто умеет терпеть. Что значит терпеть? Терпеть это само слово, что идет не так, как я хочу, но я могу это терпеть. У него в этот момент, если он не вспыхивает и не начинает гневаться, у него в этот момент работает логика. То есть он может перестроить свое ожидание от жизни. То есть вот, например, он придумал себе вот план. И тут его этот план рушится. Долготерпеливый, он говорит, подождем, хорошо, сегодня разрушился, ну, значит, может быть, можно по-другому поступить, может быть, можно поменять план. А если я сделаю так, и у него называется Раф Твуна, у него продолжает работать его логика. Если он долготерпеливый. Но если он такой вспыльчивый, и он в момент, когда ситуация выходит из-под его контроля, блин, там меня все достало, я больше не могу, не хочу так, что за жизнь, тупость какая, почему я такой невезучий, почему Бог меня так не любит. Вы все там начинает всех проклинать. То есть у него происходит, когда он, ситуация выходит из-под его контроля, он вспыхивает, и что с ним происходит? Мерим и велит. У него начинает изнутри подниматься, и велит это глупость, грех и сомнение. То есть он сомневается, что у мира есть хозяин. Он сомневается, что Бог его любит. Он сомневается, что все для его добра. Он сомневается, что не он в мире хозяин, а есть в мире другой хозяин. Он начинает, то есть он своим гневом, или своим, бывает, что это не гнев, у человека несогласие с реальностью выражается или обидой, а, значит, все, я всем, значит, отомщу. Или же, может, какой-то истерикой, рыданием, гневом, нападением. То есть негативные эмоции, их очень широкий спектр, но все они работают по одной схеме. Ситуация выходит из-под моего контроля или из-под моего ожидания. И на этот моменте тот, кто здесь написано, кцар руах, который вспыльчивый, он тут же у него поднимается волна глупости. Долго терпеливый, он продолжает ливнот. Он говорит, хорошо, я думал, что это так, но оказалось, что это не так. Если это не так, то реакция гнева, она мне поможет, так думает долго терпеливый. Она мне не поможет, но иногда долго терпеливый. Мы до этого учили, помните, мы учили, что... Сейчас я вам покажу этот отрывок. Это был отрывок... Это был отрывок... Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, это был 17-й отрывок. К царапаем, вот тот, кто нетерпеливый, к царапаем, это тот, кто, ну, быстро выражает гнев. Яосей велит. Он сделает сразу же какой-то грех. Вы ишь, мазимот и сане. А человек, который злоумышленник, который не выразил сразу свой гнев, но он внутри сжал себя, гнев не выразил, то он ненависть носит в себе, и эта ненависть, она его же и отравляет. Это мы учили в 17-м отрывке. Теперь, в 29-м, вот мы дошли отрывки, вот сейчас, да? Давайте еще раз сопоставим их. Значит, эрехопаем, долготерпеливый. Он, у него много логики. Он начинает ситуацию, есть в психологии современная такой термин, называется этот термин рефрейминг. Рефрейминг, он начинает менять рамку контекста. Например, вот у человека, он облил на себя, облил он на себя, выходил из дома в белой одежде и вылил на себя возле выхода кофе. Понятное дело, что он ожидал, что он сейчас выйдет в белой одежде, и он, этот кофе, он его расстроил. Теперь, что такое изменить рефрейминг? Задать себе вопрос, а что это значит для меня сейчас? И он начинает эту ситуацию менять рамку, вставляет в другой контекст. Например, он может сказать, я вылил на себя кофе, это значит, Бог меня спас, я не должен был туда идти. То, куда я сейчас иду, я не должен был туда идти. Второе, что он может сказать, он может сказать, отлично, что у меня сейчас я получил сигнал предупреждения, что я должен быть более внимательный и осторожный. И осторожный. Третье, он может в другой контекст сделать, что, значит, это повод купить новую одежду, значит, сейчас мне надо купить новую одежду. Ну и так далее. То есть, он может поменять контекст и вставить происшествие в любое другое объяснение. И когда он начинает менять рамку, он может найти, еще я помню такое упражнение, когда-то я делал, когда с тобой происходит что-то неприятное, ты должен сразу же вставить это неприятное в рамку, которое называется «Зато». И вспомни три позитивных вещи, которые у тебя есть в это же время. Там, я облил на себя кофе, да, «Зато я не сломал руку», «Зато у меня есть там на этой неделе, я выиграл там в лотерею или там, «Зато у меня есть еще три костюма», кроме этого, да. То есть, когда ты вставляешь любое неприятное происшествие в рамку «Зато» и вспоминаешь три происшествия позитивных, тогда оно перестает быть таким неприятным. Все, давайте подведем итог. Давайте еще раз. 29-й отрывок, он звучит так. «Эрехапаем рафтвуна», то есть, долго терпеливый, у него включена его сообразительность, и он продолжает интеллектом эту ситуацию разруливать, обдумывать, выдумывать, но у него, он находится в ситуации, когда работает у него неокортекс, а не лимбическая система. Лимбическая система – это эмоциональный взрыв. Теперь дальше. Укцара руах, тот, у кого вот этот путь между что-то не нравится, и он сразу эмоционально реагирует, у него что будет? Мэрим и велет. У него внутри начинает подниматься сразу глупость, грех, негатив и сомнения в боди, как в том, кто его любит, и который только для его добра делает. А если он еще это выразит сразу вовне, то есть, он не только поднимет это в мышление, этот и велет свой грех, глупость и сомнения, а он это выразит, тогда вообще капец, потому что он может запустить такую новую цепочку негатива и неприятностей, которые потом, не дай бог, знаете, как бывает, человек стоит, курит пьяный, второй мимо проходит и ему говорит, ну что вообще, как тебе не стыдно, ты стоишь тут куришь, ты что не понимаешь, тут курить нельзя. А пьяный этот, он такой нервный, и он такой, это я читал, это реальная история, он такой, ты вообще иди, куда шел, тебе какое дело? Тут говорит, ты мне говоришь, какое мне дело? Да я. И значит, пошло-поехало, в общем, тот, который сделал замечание, вот тот, кому он сделал замечание, его убил. И концовка вот этого разговора за замечание сделал про курение, переросло в драку, в которой тот, кто сделал замечание, его убили. Надо было ему это? Вот его спросили на небе, слушай, тебе какая разница, стоит пьяный, курит, ну иди мимо, чего ты лезешь? Есть охрана, есть люди, есть милиция, чего ты порядок наводишь, да? Или того, который пьяный курил, его спрашивают потом, да, на суде, слушай, тебе сейчас 15 лет в тюрьме сидеть, тебе оно надо было с этим, но он сказал тебе не кури, ну и все, пусть идет себе дальше, кури, не кури, какая-то разница с ним общаться. В общем, двое, если бы они изучили этот отрывок 29 из Мишли, из 14 главы, из притчи, то они бы оба остались бы живы и не сидели бы в тюрьме. Все. Нужно быть долготерпеливым, разумным, рассудительным и понимать, что все, что Бог делает, к лучшему, все, что Бог делает, он знает, что делать. Если бы он хотел сделать человеку плохо или миру хотел бы сделать плохо, он бы просто мир бы уничтожил. Раз мир существует, значит, Бог хочет добра каждому из нас в отдельности и миру в целом. Иногда это добро приходит путем, который нам не нравится, но выразить свое не нравится обычно приносит человеку больше вреда, чем то, что он получил в момент, когда ему не нравится. Вот такой мой вывод. Все. Всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok